Дорогие друзья, здравствуйте! Время летних каникул и отпусков практически закончилось. А это означает, что все наши церковные кемпинги, миссионерские поездки, следопытский всемирный слет, они подошли к своему завершению. И мы возвращаемся в обычное русло жизни, деятельности, служения нашей общины. Вместе с этим возвращается и информационный блог нашей Церкви. Я очень рад, что могу делиться вместе с вами информацией о том, что же нас ждет впереди, какие служения мы планируем, каким образом мы можем возвещать вести Евангелие тем людям, которые нас с вами окружают. Так что присоединяйтесь, не пропускайте эти видеоблоки, потому что они важны для того, чтобы вы были в курсе, как живет наша Церковь и могли принимать в этом служении активную часть. Итак, это суббота. В эту субботу у нас проповедует Олег Пастор в нашей Церкви Александр Ханчевский, и я прошу, чтобы вы молились за его служение, чтобы Бог особенным образом мог его использовать. Хочу также напомнить, что первые три субботы сентября у нас будут особенные. Наша проповедь основная, она будет с переводом на английский язык прямо со сцены. Мы уже говорили об этом несколько раз. Причина, по которой мы хотим попробовать этот вариант служения, связана с тем, что наши дети, которые уже школьного возраста, наши подростки, к сожалению, около 60% того, что они слышат, они не понимают. И мы ищем пути, как можно решить этот вопрос, потому что нам бы хотелось, чтобы они, скажем так, духовно наполнялись точно так же, как и те, кто хорошо владеет русским языком. Поэтому будем пробовать этот вариант. В октябре месяце, во вторую субботу октября у нас будет большое членское собрание, где мы будем обсуждать вообще направление развития нашей общины и варианты решения того вопроса, который только что оскучил. Так что, чтобы вы были в курсе, думаю, что все будет хорошо, мы нашли хороших переводчиков, я думаю, что вы даже не почувствуете разницы, и это будет большим благословением для каждого из нас. Семья из нашей церкви ищет в аренду жилье. Они сравнительно не так давно приехали, поэтому кредитная история у них еще не построена. И вот они просят спросить, может кто-то из вас знает, где можно по упрощенной программе снять жилье. Ищем любые варианты. Поэтому, если у вас есть какие-то предложения, обращайтесь непосредственно ко мне. Мой номер телефона 916-254-8182. Будем благодарны за любую помощь в этом вопросе. В понедельник на встрече с Советом мы пересмотрели бюджет на 2024-2025 годы. В нашем телеграм-канале церковном я выложил проект этого бюджета. Каждый из вас может с этим проектом ознакомиться. Во вторую субботу сентября у нас будет короткое членское собрание, на котором мы должны будем еще раз просмотреть этот бюджет и проголосовать за него. Потому что наш бюджетный год, он заканчивается сентябрем месяцем. И в октябре начинается новый бюджет. Новый бюджетный год. Поэтому до октября нам нужно проголосовать за новый бюджет. Поэтому, пожалуйста, пересмотрите. Мы чуть-чуть сократили его в силу наших возможностей нашей общины. Надеюсь, что тоже наше служение будет и дальше развиваться. Новые программы, новые проекты, они будут реализовываться для того, чтобы, как я уже говорил, весь Ивангрия распространялась как внутри нашей общины, так и далеко за ее пределами. Хочу также сказать, что с 28 сентября по 5 октября у нас будет молитвенная неделя. Мы чуть-чуть меняем календарь мероприятий, подстраиваемся под тот регион, в котором мы с вами живем. Потому что, по большому счету, во всей генеральной конференции молитвенная неделя приходится вот как раз на этот отрезок времени. А 5 октября у нас будет служение вечери Господней. Запомните, эти даты очень важны. И еще несколько дат. Хочу напомнить, что с 19 октября у нас будет праздник урожая или День Благодарения, а 20 октября будет детский осенний фестиваль. Так что всех вас приглашаем не пропустить ни одно из этих мероприятий. Также наша молодежь с 22 по 29 сентября, часть нашей молодежи уедет на миссионерскую поездку в Колорадо. Поэтому прошу вас, молитесь об их участии в этом проекте и их служении. Ну и также хочу попросить, чтобы вы и дальше молились за нашу сестру Ольгу Питал. Это, напомню, мама Юли Куриляк. Слава Богу, ей стало чуть лучше. Но все равно борьба с болезнью, она продолжается. Конечно же, мы продолжаем и дальше молиться за окончание войны в Украине и за окончание этого конфликта на Ближнем Востоке, чтобы в мире покой наступил и в этих регионах. В заключение хочу прочитать текст из Псалма 30, это 20 стих. «Как велика доброта Твоя! Всегда готова излиться она на благоговеющих пред Тобою. На глазах у всех потомков Адама являешь Ты ее тем, кто к защите Твоей прибегает». Слава Богу за его милость и доброту, которую он изливает в нашей с вами жизни каждый день. Да будет его имя прославлено. Адама Адама